здравствуйте вы на канале мелодия бисера сегодня мы с вами будем делать вот такую замечательную брошь эту брошь я буду использовать как аксессуар для верхней одежды мне есть шарфик в серо-розовых тонах и я сделала вот такую вот брошку можете посмотреть как она выглядит вот так вот она выглядит сзади все очень аккуратненько ничего у нас не видно ничего не торчит вот так вот она открывается в этой технике вы можете сделать не только брошь но и цветочек просто можете посмотреть на сайте мелодия бисера точка ру есть специальные сеточки для цветочков для вышивки цветов бисером и сделать вот такой вот красивый цветочек я думаю что в этой технике цветы очень красиво смотрятся особенно если подобрать красивые сочетания цветов у меня вот таких розово-серых тонах материалы и инструменты вы можете приобрести в интернет-магазине мелодия бисера точка ру ассортиментом очень большой как бисера так и основ для броши ссылку на магазин а также купон на скидку для наших подписчиков вы найдете под видео и давайте же скорее начинать делать нашу брошечку для работы нам понадобится бисер трех разных оттенков здесь у меня черевна медь прозрачный серебряной серединкой здесь у меня тоже черевна медь непрозрачный серый эти два бисера нам понадобятся для сердцевинки поэтому их не так уж и много и я взяла для этого черевну медь в пакетике 5 грамм нам должно хватить здесь у меня основной цвет это розовый прозрачные с розовой серединкой чешский десятый размер также нам понадобится вот такая вот основа для броши сзади у нас булавочка все очень удобненько открывается закрывается здесь у нас вот такая вот сеточка на которую мы будем цеплять нашу конструкцию вот такая сеточка с дырочками и вот такие вот есть здесь крепежи которые мы в последующем будем использовать зажимаем со всех сторон и наша брошка готова никуда не денется также нам понадобится леска и иголочка можете использовать конечно не иголочку а просто леской вдевать но скорее всего будет не очень удобно поэтому используем иголочку у меня это регаловская и леска у меня 0,25 также нам еще понадобится проволока 0,4 миллиметра это для того чтобы сделать нам лепесточки крайние так как леска не будет держать нужную нам форму мы будем использовать проволоку итак давайте же скорее приступим к нашему мастер-классу для начала нам нужно отрезать леску берем нашу сеточку с изнаночной стороны находим серединку продеваем теперь с лицевой стороны соседнюю дырочку продеваем и нам нужно будет завязать узелочек лучше два или несколько для того чтобы закрепить нашу леску начать работу и для того чтобы наша леска никуда не делась лучше сделаем несколько узелочков вот таким вот образом и лишнее мы отрезаем она нам не нужно с этой стороны у нас получилось все гладенько с этой стороны у нас узелочек но это изнаночная сторона она нам не очень интересно поэтому мы продеваем с изнаночной стороны на лицевую леску и теперь нам нужно нанизать 6 бисерин хотите можете иголочкой нанизывать хотите можете просто леской в принципе леска она никак не тканая никуда не девается очень удобно нанизывать так у нас 4 еще две бисеринки и одну бисеринку мы возьмем отсюда она у нас будет верхушечкой теперь нам нужно продеть сквозь все серые бисеринки леску обратно вот таким вот образом вот эту серебристую мы не трогаем теперь вот так вот затягиваем и у нас получается вот такая вот тычиночка если кто знает уже из опытных рукодельниц игольная техника игольчатая как на елочку мы делаем вот такая вот тычиночка у нас получилась примерно сантиметр в высоту и таких тычиночек нам нужно сделать несколько вот мы определили серединку нашей сердцевинки а вся сердцевинка у нас будет занимать примерно вот такой вот диаметр где-то два полтора сантиметра вот таких вот тычиночек нужно сделать в каждую дырочку по одной штучке если их будет мало то мы с вами сделаем еще несколько штучек в одну дырочку и так продолжаем дальше с изнаночной стороны мы выводим леску соседнюю дырочку на лицевую и продолжаем набирать точно так же 6 серых одну серебристую теперь продеваем точно так же все серые бисерины и не трогаем серебристую и у нас получилось уже две тычиночки вот такие вот тычиночки я думаю что можно будет добавить еще между ними несколько штук то есть мы в одну дырочку будем еще нанизывать пронизывать наши бисеринки и у нас тогда получится в двух дырочках по 4 такие тычиночки и будет у нас сердцевинка очень пушистая продолжаем делать все так же как мы делали до этого вот сделали мы первый ряд вот такая вот сердцевиночка получается вот сбоку как выглядит если вам кажется что не сильно пушистая то как я уже говорила можете в одну дырочку сделать еще по одной тычиночке и тогда он будет пушистым нам остается еще второй кружочек для того чтобы у нас был диаметр вот такой как мы договаривались полтора сантиметра или два продолжаем дальше по кругу делать наши тычиночки и посмотрим что у нас получится вот такая вот серединка у нас получилось такая вот пушистенькая вот как она выглядит сбоку я думаю что здесь не нужно будет делать по второй тычинке в каждой дырочке потому что она и так получилось пушистая плюс мы сейчас еще добавим петелечки и у нас будет очень пушистый красивый цветочек и так давайте продолжать дальше мы заняли уже два рядочка теперь начинаем третий и третий ряд у нас будет состоять из петелек теперь мы будем делать петельки из прозрачного бисера нам нужно нанизать 14 прозрачных бисерин все движения те же самые нанизываем 14 бисерин и теперь нам нужно продеть нашу леску в соседнюю дырочку где был уже столбик с бисеринами то есть там где была у нас тычинка мы туда пронизываем нашу петелечку и у нас получается вот так вот сбоку это выглядит нам нужно сделать один рядочек таких петелечек прозрачных продолжаем делать по кругу один рядочек вот что у нас получилось вот что у нас получилось сделали мы петелечки и вот такой вот пушистый цветочек у нас получается серединка уже готова вот так вот он выглядит сбоку теперь нам нужно уже розовым бисером сделать еще несколько петелечек вот у нас остался здесь еще один рядочек нам нужно в этот рядочек продеть леску и набрать розового бисера здесь мы набирали 14 петелечек и нам теперь нужно сделать немножко меньше мы сделаем 11 петелечек розового бисера и точно так же эту петелечку мы привязываем к петелечке которая была у нас уже продета петелечка серебряным бисером набираем 11 бисерин розового цвета набирали 11 бисерин и теперь нам нужно попасть в какую-нибудь из соседних дырочек и вот таким вот образом мы должны сделать весь этот рядочек розовым бисером вот что у нас получилось розовые петелечки сделали вот так вот выглядит сбоку и нам теперь останется только сделать из проволоки вот такие вот лепесточки здесь на 20 бисерин здесь на 24 бисеринки просто набираем бисер на проволоку оставляем небольшой отросточек и загибаем пальчиками делаем такой вот лепесточек изогнутый и продеваем в ту дырочку где у нас уже была петелечка и вот таким вот способом закрепляем и оставляем сзади у нас получается вот это вот будет отросточек у нас торчать пока мы не сделаем полностью рядочек а затем просто скрутим и все готово итак нам нужно сделать один рядочек вот такими вот петелечками и один рядочек петелечками в которых 24 бисеринки эту петелечку мы вставляем в самую последнюю дырочку в самую последнюю дырочку под этим лепесточком вот таким вот образом должно выглядеть все и таким способом нам нужно сделать два рядочка и наш цветочек будет готов и нам теперь осталось сделать только лепесточки из проволоки для этого отрезаем проволоку нанизываем на нее 7 бисерин закручиваем делаем небольшую петелечку вот таким вот образом несколько раз закручиваем у нас получается петелечка теперь берем еще раз проволоку один конец и нанизываем на нее несколько бисерин теперь загибаем лишнее убираем и закручиваем у нас получается вот такой вот лепесточек в технике петельной таких петелечек нам нужно 24 штучки получается у нас вот такой вот красивая такая красивая брошка там где у нас были петелечки розовенькие мы в следующую дырочку продеваем вот такие вот петелечки и у нас уже получается брошка более пышная у нас останется еще одна по ряду одна дырочка и нам нужно будет сделать еще таких несколько штук следующий ряд у нас будет из трех то есть мы к этим двум добавляем еще точно так же нанизываем на одну сторону проволоки бисерины и вот таким вот такими круговыми движениями мы загибаем все что лишнее у нас остается мы удаляем и у нас получается вот такой вот лепесточек состоящий из трех петелек и нам нужно будет его продеть вот в последнюю дырочку последнего ряда такими петелечек нам нужно сделать тридцать штук ну вот наделали таких лепесточков получилось их 30 штук теперь нам нужно в самую последнюю дырочку вот таким вот способом ставить наш лепесточек и так сделать по кругу а сзади у нас получается вот так вот я взяла в предыдущем кругу предыдущих дырочек две сплела и закрепила чтобы у нас не было большого чтобы не было нагромождений и точно так же мы будем поступать с этими лепесточками берем следующий лепесток и вставляем его в следующую дырочку так вот и в следующую дырочку в следующую дырочку я возьму полет иtest итак полет итак я Берем лепесточек и вставляем в дырочку. Вот таким вот образом поступаем со всеми лепесточками. Проделим и сразу же можно закрепить. Берем два лепесточка и просто скручиваем вот таким вот образом. Так будет легче, если вы будете скручивать по два лепесточка и у нас не будет таких больших нагромождений, чтобы затем закрыть все крышечкой и у нас ничего не выпирало. А вот этот вот отросточек можете отрезать, когда уже все будет готово, чтобы он вам не мешался. Вот такая вот брошка у нас получилась. Такая вот красавица. Это последний рядочек у нас. Вот как выглядит это сзади. Никаких нагромождений нет. Получился почти чистый край. Чистый совсем, конечно, не получится, потому что проволочка все-таки дает небольшой объем. Но, в принципе, ничего не выпирает. И можно спокойно надевать заднюю крышку. Просто вот так вот прикладываем. И у нас есть здесь вот такие вот небольшие зубчики, которые нужно загнуть. И наша брошка готова. Надеемся, что видео вам понравилось. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал. Спасибо вам за внимание. До скорых встреч!